Я хотела бы подискутировать председатели и сопредседатели. Да, вопрос к Максиму Юрьевичу. Вы показали, что какое-то количество респондентов оценили качество медицинской помощи как недовольтворительное. Я просто выскажу свою точку зрения. Респонденты – это родители, родители без медицинского образования. Как человек без медицинского образования может оценить качество медицинской помощи только на основании грубости медперсонала? Только на основании своих субъективных оценок. Это катастрофа, на самом деле. Он не получил то качество, на которое он рассчитывал. Мы же знаем, что качество медицинской помощи – это более широкая понятие. Да, мы не берем понятие из 323-го федерального закона о том, что такое качество. Но он это оценивает качество вот так. И он этим качеством не удовлетворен. Он может ошибаться, он может быть прав, он может быть неправ. Но наша задача сделать так, чтобы он был доволен. Потому что я всегда говорил и говорю и нашим сотрудникам, сотрудникам нашего института, что если к вам приезжает пациент и начинает ругаться на вас и не всегда заслуженно, это не значит, что виноват он. Это виноваты мы, потому что мы не создали ему тех условий, чтобы он был доволен. И это наша задача с вами, как поставщика вот этих медицинских услуг. Мы все сферы обслуживания. Официанты, банкиры и так далее. Мы все обслуживаем интересы друг друга. Если наши потребители этим недовольны, то это уже все-таки наша проблема. Даже если это и субъективно. Конечно, это субъективно. Но что-то надо с этим делать, на мой взгляд, наверное. Спасибо. К Ивану Александровичу тогда. Я восхищена вообще вашей онкологической помощью, сопроводительной терапией. Замечательно, что ни один ребенок не умер в индукции. Тем более мы знаем, что при лечении мелоликозов это все-таки 50% смертей именно на индукции. Но мелоликозы – это особенная. Это другая категория пациентов. И, к сожалению, при мелоликозах я об этом ничего не сказал. Потому что говорить об этом я, к сожалению, не имею права. Это будет нечестно. Мелоликозы, особенно варианты различные, пронармацистарные и так далее, это совершенно другая история. Она грустная. Но становится все-таки больше и больше вот этого света впереди. Потому что вот эти новые протоколы, которые появляются, и в которые мы, скажем так, стараемся попасть, они, в общем-то, зарождают другие чувства. То есть есть уже какая-то перспектива. И есть больные, которые еще лет 10 назад просто-напросто не проживали и трех месяцев, а они живут уже годами без каких-либо проблем. И, в общем-то, настроение меняется. Вот как раньше, вот я недаром вспоминал про неходшкинские лимфомы. Вы вспомните, кто помнит? Конец 80-х, начало 90-х годов. Это же было фатальное совершенно. Поступает больной, и ты знаешь, что ты его должен будешь похоронить. Ну, пусть не сейчас, но в течение года-полуторых он все равно уйдет. Потом появился протокол БФМ. Мы называли протокол. На самом деле это не протокол был, да? Ну, это книжечка, по которой мы лечили. Далеко не всегда, зная, что написано в суппоративной терапии в этом разделе, но мы пытались это делать. И вдруг 100% летальности стало меняться, видоизменяться, и мы уже смотрим 50-60% больных живы. А сейчас ведь мы про это тоже не вспоминаем, потому что процент выживаемости при неходшкинских лимфомах, он уже где-то за 80% переваливает, да? Несмотря на то, что есть разные варианты, есть весьма неблагоприятные варианты. И тем не менее, суммарно вот мы туда ушли. И то, что, в общем-то, мы научились работать, ну, по крайней мере, вот на северо... Вот я беру Республику Коми, я просто очень активно участвовал в открытии отделений у них. И, в общем-то, Андрей Леонидович у нас... Ну, он закончил, во-первых, то же заведение, что и я, и был моим студентом. И он неоднократно приезжал и смотрел, как мы работаем в наше отделение. И потом, в общем-то, по образу вот этого отделения, впитав самое лучшее, откинув самое худшее, они открыли свое отделение. И ведь на самом-то деле показательно, что хороших-то результатов можно достигать, не имея условий высокотехнологичной помощи. Правильная постановка задач, которая стоит, и, в общем-то, организация своей деятельности... Организация решает очень многое до определенного предела. А вот дальше, дальше уже технологии нужны. Но организация, так или иначе, она наиболее важным моментом является. Вот. Ну, это мое видение. Я думаю, что кто-то может не согласиться, но мне кажется, что в этом есть что-то разумное и правильное. Спасибо. Еще хотела бы, ну, не знаю, может быть, комментарий к Михаилу Александровичу или вопрос к вам Александровичу, я вот не знаю. Дело в том, что на базе нашего центра два года назад завершена научно-исследовательская работа по созданию детского популяционного ракового регистра. Причем достаточно мощная, достаточно интенсивная такая работа была проведена. Были созданы два программных продукта. Да, это база данных популяционного ракового регистра и продукт по расчету аналитических показателей, отчетности и так далее. Вот. И мы столкнулись с такой проблемой, что в этой ситуации необходимо получить либо разрешение, либо сделать приказ Министерства здравоохранения на создание данного центра. Есть какие-то подвижки, будут ли такие подвижки. Потому что вот вчера состоялся круглый стол по лечению ретинобластомы. Естественно, мы столкнулись с ситуацией, а какова же заболеваемость ретинобластомы в городе, в Ленинградской области, в Северо-Западном федеральном округе в целом, потому что кодировка ретинобластомы, да, она включена в С69, а туда же и включены лимфомы, саркомы и так далее и тому подобное. И вычленить эту группу оказалось невозможным. Вопрос совершенно правильный. Дело-то в том, что так или иначе тут... Вот мы пытались в рамках региона что-то сделать вместе с Вахтангом Михайловичем длительные годы, наверное, года с 2008 или 2009 постоянно это обговаривали, но, к сожалению, все упиралось в то, что вот на уровне своего региона, я имею в виду Северо-Западного федерального округа, мы не можем это решить, нужно все равно решение оттуда сверху. Из Министерства федерального, а федерального... Вот тоже пытались, ведь вот то, что Михаил Александрович выступал, ведь тоже были мысли, что вот мы выйдем туда, вот покажем и откликнуться, но, к сожалению, ну, видимо, у Министерства федерального другие заботы, мне так кажется, более важные, и я иначе объяснить-то это не могу, потому что это действительно, действительно, ну пусть это локально, ведь наших деток не так много, ну, 3 тысячи в год, а 3,5 тысячи в год. Может быть, это работа тех людей, которые являются, ну, будем так говорить, лидерами в нашей области, они перестали работать, длительное время работали на самопиар, а потом, видимо, где-то уже устали, и возможности работать на всю страну тоже не получается. Ну, так мне кажется. В общем-то, это серьезно, очень тяжело. Она, в общем-то, стоит и денег, потому что обеспечение тем же железом, да, вот всех центров и связать их, это ведь стоит... Это ведь, да, и кадры обучить надо, кадры выделить надо. Вот Михаил Александрович говорил о том, что это опыт, ну, вот благо я заведующий кафедрой детской хирургии, у меня есть ординаторы, да, вот я ординаторов озадачил, и вот они это сделали. А попробуй-ка заставь-ка это сделать в личном враче, у которого и так вот выше крыши забот. Ординатор-то у него тоже заботы есть, но его никто не спрашивает, когда он спит, он должен сделать работу. А врач-то он спать-то должен. Поэтому вот здесь проблемы-то, они вот такие комплексные. Но на самом деле тут нужна воля со стороны руководителей здравоохранения вот федерального масштаба на местном уровне, к сожалению, мы это не можем. И вот, а еще на более таком мелком уровне, вот на уровне региона, вот хорошее дело, действительно, это было очень удобно работать, это было очень показательно, и мы представляли это министру нашего здравоохранения, да, и тому вроде бы это понравилось. Но дело-то в том, что потом возникали вопросы, а вот у нас есть канцер-регистр в области, регистр, над которым работали очень много, очень долго совместно с норвегиями. Он один из лучших сейчас в России, благодаря этому мы территория Архангельской области, одна из первых была включена в Конкорд в рамках России. И вот мы там состоим, потом подключились, по-моему, три еще территории, мы были первыми. И у них вопрос справедливый. Вот у нас есть это, а что вам еще там надо? Мы говорим, что этого недостаточно, да, нам надо, но нас очень мало. Это все равно решение должно быть такое, что вот им спустили, и они должны нам обеспечить. Так мне видится. Михаил Александрович, у вас другое мнение? Это работа, которая придется вести и продолжать вести на министерском уровне. Мы ни на секунду не отступаем от этой идеи. Мы ходим и к Веронике Игоревне, и к ее заместителям. Мы показываем. Мы, я уже повторюсь, мы добились некоторого успеха, вполне реального. У нас есть госконтракты на внедрение этого. Соответственно, мы полагаем, что некоторые вещи можно показать и без госконтракта. Показать в смысле в практике. Мы привлечем соответствующего юриста, чтобы создать безрисковую канву, в которую можно подписаться и попытаться воспользоваться преимуществами того, что мы предлагаем. Конечно, у всех есть вопрос, канцер-регистр, а почему? Ну, в этой ситуации мы не можем отменить тот канцер-регистр. Мы знаем, что он существует ради высокой цели. Но, странно, непроверяемо, справляется он с ней или нет. Недоказуемо никак. Соответственно, все, что мы можем в этой ситуации сделать, это перевернуть и сказать, да, тот канцер-регистр велик, чтобы его поддерживать, вы обязаны заполнять 27-ю форму. Вот вам инструмент, в нем очень удобно и легко заполнять 27-ю форму для того канцер-регистр. Если вы просто сделаете это в этом инструменте, у вас автоматически достигнут, будут подстреляны два зайца. Вот и все. Это, ну, мелкое решение, это попытка апробации продукта, который уже вошел в госконтракт, но с гораздо более длинным сроком реализации. Для нас тоже, поймите, это некоторая выгода. Мы хотим, честно признаюсь, мы хотим апробировать продукт, потому что нам через некоторое время его сдавать в рамках госконтракта. И очень не хочется сделать что-то несовместимое с жизнью. Вот. Спасибо. Ну, понимание-то у нас одинаковое, в общем-то. Язык может разный. У меня он более простой, потому что я не могу говорить, как вы говорите, а то, что я не очень глубоко понимаю. Но, в общем-то, понимание-то одинаковое. Спасибо. Ну, я тоже несколько слов, может быть, скажу на эту тему, потому что был сопричастен к тому, к той работе, которую мы проводили все, в которой участвовали люди, которые сегодня здесь выступали, которые присутствуют в этой аудитории. Это сложная, это очень сложная проблема, сложные вещи, которые кто-то будет поддерживать, кто-то всегда будет критиковать и говорить, этот регистр плохой, а надо сделать вот так, а вот эти показатели учли, эти не учли. Да, будут всегда критиканы, но нам нужно идти по этому пути, нам нужно как-то развиваться. Вот, на мой взгляд, Иван Александрович тоже сказал важную вещь. Фактически ведь некоторые из тех людей, которых мы считали действительно лидерами нашей специальности, мы не будем переходить на личность, но действительно они ничего не делали, по большому счету, они не работали, и не выполняли те функции, которые были на них возложены в соответствии с их должностями. И вот это халатное, я не побоюсь этого слова, отношение во многом и завело нас в тот кризис, в который пришла детская онкология. Вы посмотрите, менее 4 тысяч первичных пациентов в год, 300 человек детских онкологов, и порядка меньше, чем в педиатрии. В педиатрии это 30 миллионов детского населения, и 75 тысяч только участковых педиатров. Поэтому мы и собираемся на конференциях для того, чтобы из этого кризиса выходить, вырабатывать какие-то пути для того, чтобы преодолевать те дефекты, которые есть в нашей системе. Не бывает системы без дефектов, всегда надо что-то совершенствовать, поэтому давайте объединять усилия и предложения Михаила Александровича, в частности по внедрению вот этой электронной базы данных, этого регистра, тоже давайте не оставлять без внимания, как-то все консолидируем наши усилия для того, чтобы хотя бы точечно постараться эти дефекты устранить. Но радует, что идем по регламенту. Поэтому полчаса у нас есть для того, чтобы отдохнуть, выпить кофе, вернуться сюда и продолжить. Да, 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 конечно. Кому-то, пожалуйста, пожалуйста. У меня остался вопрос, касающийся, что же вы делаете в ситуациях, когда ваши пациенты подходят к этапу высокодозной химиотерапии. У вас есть нейробластомы, да, там вы показываете смертность, выживаемость, да, 77 процентов. Где четвертые стадии? Я не показывал просто этого. Вот я говорил о том, что мы в тех направлениях, которые компетенции наши ограничены, да, мы включаем механизм сотрудничества, да, партнерского. И мы очень активно сотрудничаем и с институтом Раисы Горбачевой, и с институтом Димы Рогачева. И вот эти пациенты на этапы высокодозной химиотерапии, да, они уезжают на эксфузию костного мозга, да, идет типирование, пока они продолжают терапию, да, вот эту вот. То есть вам удается так удачно маршрутизировать, что ребеночек, находящийся вот буквально в осложнениях, да, вот период сепарации периферических стволовых клеток, это межкурсовый промежуток, когда есть анемия, нейтропения, возможно, фибрильная нейтропения, и он успевает. Вплоть до того, что по санавиации в сопровождении реаниматолога ребенок привозится и сдается в отделение реанимации той клиники. Это бывает не часто, но это бывает. И, в общем-то, они доезжают. Это правда, это действительно так. Вот, но это считанные больные, понимаете? Ну да, да, но тем не менее они всегда бывают. Да, четвертой стадии, но у нас бывает раз в три года. Раз в три года. Это нечасто. Население, помните, у нас небольшое население, 229 тысяч, поэтому, исходя из этого, эти пациенты встречаются довольно редко. Это вот те, которых можно называть орфанами, хотя термин почему-то такой в детской онкологии не используется, но на самом деле так оно и есть, мы это прекрасно понимаем. И, разумеется, эти пациенты доезжают. Другое дело, что результаты далеко не всегда те, которые хочется. Может быть, лучше все-таки отдавать их на... А мы готовы отдавать, а ведь не берут. Ведь дело-то в том, что не берут. Вот странно, потому что, может быть, прошу прощения, у меня возник этот вопрос, потому что я являюсь сотрудником медицинской онкологии, то есть, в принципе, вы северо-запад, вы наша сфера влияния, так скажем. Вот давно не было вот из Архангельска деток именно у нас в отделении. А я объясню, в чем дело. Ведь, понимаете, у нас нет с вами единого протокола, а единый протокол у нас есть... А вы не по НБ ведете? ...с Димой Рогачевым. Нет, по НБ. И мы так или иначе выходим с самого начала, когда пациент появляется, выходим на контакт с ними. И мы ведем этого пациента с ними чаще всего. Вот когда возникают проблемы с, собственно, забором пациента на тот этап лечения, который мы не можем провести, вот тут в последние годы стал возникать момент, когда они нам отказывают, говорят, что у них... И они нам советуют этого пациента привести сюда. Но опять же, минуя отделение института Петрова, они прямо поступают в институт Раисы Горбачевой. То есть вот эти проблемы. Если бы у нас мы были связаны единым протоколом, пусть в рамках протокола НБ. Да, вот пусть. Это было бы проще на самом деле для нас, для всех. Но пока мы связаны с ними вот этими взаимоотношениями. Еще вопрос. Вы показали потрясающую выживаемость при мягкотканных саркомах. Это Андрей Леонидович. Андрей Леонидович, да. Прошу прощения, как? Это ранние стадии? Насколько я понимаю, это на круг. Это на круг. Это за последние 7 лет на всех. Стопроцентно. Да. Ни один ребенок не умер. То есть у вас не было детей за 7 лет, ни одного с четвертыми стадиями, получается. И с третьими проминутыми сейчас до сих пор лечится. И оперативные. Действительно. Он же сам сказал, что... Потрясающе. Спасибо. Спасибо. А я, может быть, даже где-то объясню. Вот существует, ну, скажем так, не только в детской онкологии, а в онкологии вообще определенные законы, которые не, скажем так, не находят объяснения. Вот не знаешь, почему так. Вот дольше живут какие пациенты, у которых мы лечим агрессивно и пытаемся радикально вылечить, или те пациенты, которых мы не лечим агрессивно? Вот кто дольше живет? Оказывается, тех, кто нерадикально лечится. Это факт. И вот когда у нас были такие ситуации, когда нам отказывали, скажем так, в приеме пациентов, которых мы хотели, мы считали, по всем правилам надо было лечить агрессивно, и они оставались у нас, и они живут годами. А те, которые уезжали, к сожалению, мы их уже не видели. Вот это тоже такое есть. Почему это случается? Еще раз говорю, есть такие законы, которые не поддаются объяснению такому простому, понятному для всех. Ну и то, что Андрей Леонидович сказал, что увидел и сам удивился, ну я ему верю. Так это и есть. У нас, кстати, был период в течение, по-моему, лет десяти, в двухтысячных годах, когда у нас не было ни одной смерти от гепатобластома. И приезжали коллеги, я им показывал этих пациентов, они мне говорили, да не может такого быть, что-то ты придумываешь. Ну, в частности, Юрий Александрович Пунанов. Он мне, учитывая наши дружеские отношения, говорит, да врешь ты. Я говорю, ну вот смотри, ну что я вру-то. А потом, спустя год, те пациенты, которые стали поступать, и вдруг получилось так, что у нас только 30% гепатобластомы стали доводить до того этапа, когда заканчивали лечение. Причем не трансплантации печени, не массивной резекции, там все равно это заканчивается плохо. Вот какие-то периоды необъяснимые случаются, я не знаю, с чем это связано. Причем не трансплантации печени.